МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удивительно непостижим для человека промысл Божий. Простого крестьянина, не имеющего и образования духовного, может Господь поставить пастырем своего народа и за верность удостоить мученического венца. Именно так устроил Бог судьбу иеромонаха Валентина Лукьяна. Имя. Василий Яковлевич Лукьянов. Год рождения. 1877-й. Место рождения. Село Мольково Звенигородского уезда Московской губернии. Имя при монашеском постриге. Валентин. Должность. Священник Николаевского храма села Ромашково Одинцовского района Московской области. Арестован за контрреволюционную агитацию и распространение провокационных слухов о притеснении духовенства. Приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. 26 января 1933 года жителям Кунцево Московской области было объявлено очередное незаконное решение местных властей о закрытии последнего храма в городе. Это была церковь Спаса Нерукотворного при Кунцевском кладбище, где служил тогда и будущий преподобно-мученик Валентин Лукьянов. Верующие просто так отдавать церковь не собирались. Тысячи человек встали на защиту святыни. Власти к прошению остались глухи. Храм закрыли. Отцу Валентину снова пришлось менять место жительства и служения. Батюшка присоединился к причту Николаевской церкви села Ромашково в Московской области. В этот же храм перешли служить еще несколько священнослужителей. Протерей Алексей Соколов, отец Николай Гаварин и отец дьякон Елисей Штольдер. В августе 1937 года клирики храма по ложным доносам были арестованы. Отец Алексей и отец дьякон Елисей были вскоре расстреляны. Отец Николай Гаварин представился в следующем году в Ухпечь лагер. Дьякон Елисей Штольдер и отец Николай Гаварин причислены к лику новомучеников и исповедников церкви русской. Для отца Валентина Николаевский храм тоже стал последним местом служения. В 1937 году он, как и его собратья, попал в жернова репрессий. Ему было предъявлено обвинение в том, что он злоупотребляет своим служебным положением, что он, как священник, распространяет будто бы клеветические слухи о притеснении советской властью религии. Своей вины в антисоветской деятельности батюшка не признал. Следствие длилось всего три дня. 29 ноября тройка НКВД приговорила отца Валентина к десяти годам лагерей. Он скончался 1 июня 1940 года в лагере в Новосибирской области. Наверное, Василий Яковлевич Лукьянов не мог себе и представить, что когда-то он не только станет священнослужителем, но и будет прославлен в лике святых. Он был родом из простой крестьянской семьи, окончил церковно-приходскую школу, женился. После рождения третьего сына овдовел и принял решение полностью посвятить жизнь Богу в монастыре. Путь каждого монаха в монастырь он особый, но каждого из приходящих в монастырь объединяет одно обстоятельство. У каждого из них есть призвание Божие к монашеству. В 1906 году Василий Яковлевич поступил в Троице Сергиеву Лавру. Через два года стал послушником. У молодого человека были прекрасные музыкальные и певческие способности, поэтому послушание он нес на клиросе. В 1915 году был пострижен в монахе с именем Валентин. Приближалось время исповедничества, голод и разруха. После эволюции над Лаврой нависла угроза закрытия. Знаковое событие в Троице Сергиеву Лавре произошло 7 октября 1918 года в день памяти преподобного Сергия. Паломники, пришедшие тогда в большом количестве, совершали крестный ход с почитаемой иконой преподобного Сергия вокруг монастыря. Из монастыря они вышли, но когда они подошли к святым вратам обители, врата уже были закрыты и их не пустили. Через год Сергиевский исполком приняло решение о закрытии Троице Сергиево Лавры как монастыря. После закрытия Лавры часть братья осталась там сторожами, остальные перешли в храмы Сергиева Посада. Монах Валентин стал служить псаломщиком Припятницкой церкви недалеко от обители. Этот приход даже было принято называть Малой Лаврой. Богослужения по монастырскому уставу тогда осуществлялись в этом храме до 1928 года. Более того, там служили не только монахи, не только отец-наместник, но и профессора, преподаватели в закрытой в 1919 году Московской Духовной Академии продолжали там проводить занятия со студентами. В 1920 году монаха Валентина рукоположили в Яродьяконы, а еще через три года в Яромонахи. Ни одно место служения сменил будущий преподобный мученик. Обители и храмы безбожные власти в те годы закрывали один за другим. Но батюшка, несмотря на гонения, на всяком месте продолжал нести людям свет Христовой истины. За это и пострадал. Клик у святых и ромонах Валентин Лукьянов был причислен в декабре 2004 года. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Писал во втором послании Коринфянам апостол Павел. Поистине этому описанию соответствуют не только ученики современники Христа, но и те, кто хранил веру в страшном 20 веке. Отец Валентин Лукьянов умер в лагере. Его похоронили в безвестной могиле. Тело было уничтожено, но душу его убить гонителям было не под силу. Он водворился у Господа и воссиял в сонне святых новомучеников Церкви Русской. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok